Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем прохождение, на этот раз мы начинаем проходить игру I Am Alive, которую я вам давно обещал. Я думаю, мы ее начнем проходить с самого начала, потому что тот первый взгляд, который был где-то, наверное, с полумесяца назад, я его уже практически полностью забыл, всю игровую механику, мне нужно освежить все это в памяти. Ну и кроме того, я там бегал, очень многие вещи пробегал, просматривал, так что давайте начнем по новой. Посмотрим, собственно, что из себя эта игра представляет при более тщательном осмотре. Так, мы сложность поставим нормальную, и что нам больно заморачиваться? По-моему, главную игру оценить, а не зубы об нее поломать. Такие дела, в общем. Нажимайте R1, чтобы бежать быстрее. Держите R1, чтобы бежать. Понятно. Ничего, загрузки долгие такие. Я думаю, в сегодняшней серии мы как раз примерно то же самое и пройдем, что у нас было в первом взгляде. Но ничего. Ubisoft в Шанхай. Не уверен, что звук работает. Работает. Для меня, говорит, это необычно, но если вы нашли, это значит, что... Как бы там ни было, говорит, а принесите эту запись домой, если найдете. Такой-то, такой-то адрес. Возможно, говорит, там кто-то будет. Вот вся моя жизнь. Мой рюкзак. Альпинистское вооружение. Фонарик, пистолет. Никогда, ни разу не стрелял из пистолета. И пистолета, ой, пули в нем нет. Поверить не могу, что я наконец дошел сюда. Событие год прошел. Он, короче говоря... У него заняло 4 часа всего на самолете лететь в сторону востока. А вот обратно он целый год шел. Много повреждений по дороге видел. Но здесь, говорит, все по-другому выглядит. Здесь слишком много пепла. У меня, говорит, безумное чувство, что я тебя найду тут. Почти дома. Увидимся. Хорошо. И мы опять начинаем за этим долбаным мостом. Начало игры, я не знаю. Вот обычные игры, они как бы... У них есть правило. В первые полчаса они должны заинтересовать игрока, чтобы он не бросил ее проходить. Надеюсь, говорит, мой дом все еще стоит. Но здесь первые полчаса... Не в первые полчаса, а в первые минуты 10 просто натурально. Игра очень скучна. Вот эти вот скалолазания по этому мосту. Это не очень хорошо. А потом игра начинает раскрываться с необычной стороны. Хавинтон. Это так город, видимо, называется. Давайте вот раз повнимательнее пойдем, потому что в прошлый раз мы много оставляли после себя. Как минимум одну аптечку я точно видел уже потом на превендоре, когда смотрел. Давайте потихоньку отбежим. Пробки в Хавинтоне. Как бы, говорит, я поэтому соскучился. Так, возможно, у нас там что-то около полицейской машины есть. Если я не выплюсь в какую-нибудь невидимую стену. Ну, нет, вроде. У вас оружия нет, уважаемые? Хоть в багажнике. У вас же там по инструкции обязаны возить с собой. Но, видимо, нет, кому нужно было, уже забрали все. Мне так ненавязчиво рекомендуют идти обратно. Ну, ладно. Персонаж, надо сказать, довольно быстро выдыхается, как будто кросс не бегал на несколько километров. Для такого паркуриста это немножко удивительно. Ну, игра сразу как-то подкупает своим необычным видом. То есть, с графической точки зрения тут смотреть-то особо не на что. Но при этом что-то во всем этом есть. Именно вот этот вот черно-белый фильтр, он придает картинке своеобразности. Это мы помним. Вот тут я пытался наверх залезть, потому что мне казалось, что это довольно-таки очевидно. Залез и отдохнул, но мне не дали. Так, ладно, ладно. Распеваем. В этот раз-то я уже спокойно это место пройду, потому что я знаю, что делать. Так, нормально. Меня больше всего в игре приколола именно боевая система. То есть, система запугивания врагов. Это я еще ни в одной игре такого не видел. Но при этом говорят, конечно, что в игре очень много вот такого паркура. Я не могу сказать, что он меня слишком уж утомляет как-то. Но просто я это уже в стольких играх видел. Вот из недавнего только вспомнить, я на канале проходил... Так, давай спускайся. Давай спускайся. Для канала проходил Uncharted, скажем. Там была абсолютно такая же система. Единственное, выносливость на ней тратилась. Принц Персия, Assassin's Creed. Да полно таких. Это натурально. Пальцев на обеих руках не хватит. Так, сюда. По первой серии у вас может сложиться впечатление, что я знаю, что делаю. Но это не так. Потому что в начале я помню, что вот так-то так-то нужно действовать. Так, ну ладно, тут я уже просто вынужден сжечь свою выносливость, похоже. Чтобы мне продемонстрировали, что она кончается. Так, лезь давай. Ну да. Ну все равно нормально справился. Давай прыгай. Это какие сильные руки нужно иметь, чтобы вот так вот... Это, я не знаю, пальцами, чтобы держаться за такое место, где там зацепиться даже, не за что. Ну да ладно. Кстати, анимация, оказывается, вот эта вся она процедурная. Наподобие той, что была в GTA IV. То есть не заранее заготовленная, а персонаж отталкивается уже от того, где, собственно, у тебя находится тело. То есть по физике просчитывается. Поэтому всегда адекватно выглядит, куда главный герой ставит свою руку, ногу. Давай-давай-давай, пошел. Давай, дорогой, давай-давай-давай. Хорошо. Отлично. В инвентаре у нас водичка, которая восстанавливает один плюсик выносливости. Это два. Давайте водички попьем. Не по полной, конечно, прибавил, но я думаю, нам хватит. Город все еще старит. Но, говорит, лучшие деньки видел. Так, нам нужно включить субтитры, потому что без субтитров на слух многие вещи разбирать довольно сложно. Мой английский не настолько хорош. Так, отлично. И, собственно, погнали дальше. Подожди, там ничего нет? Я не помню, где здесь вещи лежат, поэтому если я сейчас их по второму разу пропущу, это будет смешно. Ну, я невнимательный, ну, что поделаешь. Так, давай, полез. Вот так спускаться по кабелю стальному, это было бы, конечно. Болезненно, я бы сказал. Так, хорошо. Это натурально, похоже, либо извержение вулкана было, либо большое, или еще что. Приблизьтесь к грузовику. Какому нафиг грузовику? Мне вот сюда же надо, я в прошлый раз сюда прям... Ну вот, отлично. А, я не могу это взять, я думал, это... Я думал, это водичка в прошлый раз как проходила. Блин, иди ты вперед, а! Скотина, я вперед шмал. Чего он творит вообще? Почему он влево-вправо? Блин, давай собирайся уже. Что-то у нас в этот раз не по плану все пошло. Так, хорошо. Где я в прошлый раз что забыл? Я не помню. Мне казалось, что вот эта вот бутылочка там лежала, но это, оказывается, не одна совершенно. Ну ладно. Я думаю, нам для игры хватит, хотя многие сокрушаются, что я вещи пропускаю. Но тем не менее, я же прохожу всегда эти игры, верно? Главное, по-моему, пройти игру и взять столько, сколько тебе нужно, а не все подряд собирать. Важен, короче говоря, финальный результат. Так, это у нас пожарная машина довольно-таки нехило переломилась. Так, давай быстрее. Кстати говоря, управление отличается не особой логичностью. Ну, может, я не привык еще, конечно, просто. То есть, когда ты просто передвигаешься, R1, это увеличивает скорость. Когда ты ползаешь, и у тебя кончается выносливость, R1, это тоже скорость. Но когда ты просто хочешь по лестнице спускаться и скорость нажимаешь, ничего не происходит. Странно. Так, тут вроде все. Мы прошли самую скучную часть. И теперь, собственно, начинается довольно интересная игра. Вот детские рисунки. Мертвые детишки лежат. Скелеты одни остались обуглившие все. Так, по-моему, вот тут лучше спуститься будет. Хорош. А, ну вот он, собственно, выход. Отлично. Да, дом, конечно. У него вообще верхняя часть просто снесло там. Видите, балки торчат. Нет, это все-таки похоже какая-то ударная волна была. Я не знаю, интересно нам скажут, нет, что вообще произошло. Откуда столько пепла и... Вот, подожди, ты... Ладно. Это было странно. Я смогу попасть на улицу, если я пойду через канализацию. Судя по тому количеству пепла, который, как он говорит, здесь вокруг города, где-то здесь просто натурально вулкан разверся. Так, тут у нас что? Ничего. Очень многие, кстати, испытали довольно серьезные попоболи, когда я не помогал здесь местным главным героям. Могу сразу сказать, что мой герой будет довольно-таки сволочной натурой, потому что за них всегда веселее, интереснее играть. Я могу помочь, могу не помочь. По большей части постараюсь все припасы оставлять для себя, а они пусть там дохнут. Все-таки конец света, и у нас главный герой морально разложившаяся личность. Поэтому будем играть так. Так, я думаю, будет веселее. Конечно, нежные натуры, они будут очень сильно этим фактом обеспокоены. Но тут я ничего не могу сделать. Найдите какой-нибудь другой канал, найдите пацифиста какого-нибудь. Пусть он вам делает без зуба прохождение. А мы маленько посволочим. Есть игры, в которых я делаю хорошего персонажа, есть игры, в которых я делаю плохого персонажа. Тот же самый поп-коп, как вы знаете, да? Так вот, здесь будет своеобразная вариация на эту же тему. Тоже будет козел еще тот. Но не козел, а будет просто очень такой шкурный интерес у него. Эй, кто там? Я проблем не хочу, я уже ухожу. Да-да-да, говорит, валя отсюда. И не возвращайся. А вот я возьму и вернусь. Так, ладно, карта у нас обновлена. Но это место я еще помню. Я надеюсь, нам здесь не придется когда-нибудь спускаться, потому что меня беспокоит. Пепла внизу очень много. Толстым слоем. Туда полезешь натурально, без респиратора. Это кошмар, как бы это будет. Так, ладно. Там сейчас какие-то уроды будут сначала избивать девушку, а потом, похоже, побегут за ней, насиловать ее. Три смычка. Жаль, патронов нет. Она бежит, говорит, за ней. Ханатия, дорогая, не убежишь ты от них. Так, тут у нас, возможно, мы что-то найдем. Я не знаю, я уже сколько играю, то есть, сколько эта серия длится, и я так и не нашел ничего. Не знаю, возможно. А то, что мне говорили, что я пропускаю, то все-таки действительно так. Потому что я не видел каких-либо аптечек. Но при комментариях это стандартная такая тема, то есть, очень уж на сами комментарии отвлекаешься. Ничего страшного. На жизнь хватит уже хорошо. Тут у нас скелетик лежит. Человек, похоже, просто лег и умер. Или его радиация дабила, или еще что. Здесь у нас мусорка просто влетела в здание. Опора снесла. Аж там этаж один рухнул у нее. Поскрепим креслом. Да давайте двигаться дальше. Так, тут вроде как больше ничего. Тут у нас что-то. Попытка. Новая попытка позволяет вам сделать рестарт с последним чекпоинтом. То есть, если вы умрете, и у вас не будет больше попыток, вы начнете по новой с последней точки сохранения. Ну ладно. Возможно, я неправильно что-то понимаю, но мне кажется, ретрая это такой аналог квиксейва. Или как? То есть, я их могу сам использовать, нет? Доброди нет. А нафига они тебе нужны? Ну-ка, атак. Хрен знает. Ладно, разберемся по ходу действия. Так, он там что-то лежит. Сейчас у нас будет первый спарта-кик. Это место я еще помню, слава богу. Память не настолько. Эй ты, я тебя вижу. Ты что здесь делаешь, пацан? Эй, ребята, успокойтесь. Какие ребята? Ну-ка, стоять. Назад отошел. Очкарик. Шаг назад. Еще. Пошел. Давай-давай, двигай. Пожалуйста, я встал. До свидания. Это насколько тупым надо быть. Хотя... Блин, если пушку наставить, конечно. Ты тоже особо не повыпендриваешься. Только остается следовать приказам. О, как его разложил об эту трубу. Кстати говоря, игру ругают за то, что в игре дебильный искусственный интеллект. То есть стоит с противника убрать ствол, и он начинает по-ноуте атаковать, забывает про то, что у тебя есть пистолет. Не боится тебя, короче говоря. Ну, на мой взгляд, тут довольно-таки логично все. Если бы они стали углубляться в эту тему, им пришлось бы делать искусственный интеллект, как в каком-нибудь Black and White. Так, ну что, ребята? Так. Что у нас тут есть? Нравится? Так, у нас есть патрон. Стоять. Ты виноват. Что? Ты стойка, пожалуйста. Так, блин, подсказка-то уберись, пожалуйста, отсюда. Пошел, 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 пока он далеко там. Скотина, ты че творишь, мать твою, за ногу? Я просто ничего не мог сделать. Я был обязан его убить после такого. Тронул меня, считай, труп. Надо быть последовательным. Так, как мне вот эту штуку взять? Возможно, нет, я не смогу отсюда залезть. Там у нас что-то хорошее лежит. Меня больше всего беспокоит то, что вот так вот, когда я пистолет держу, то есть по нему же видно, что он развяжен. Привезти его в боевое положение как-нибудь нельзя. Видимо, нет. Потому что следующий враг уже, он такую дурь не купится. Так, давайте поищем девушку. Они ее не убили еще. Вот сюда же она побежала. Ага, что-то у нас лежит тут. Боль утоляющий. Боль утоляющий это здоровье прибавляет. Отлично. Блин, насколько себя все-таки увереннее чувствуешь, когда уже играл в игру, да? Ну, в этом особого прикола нет, поэтому, собственно, я и стараюсь сделать слепые прохождения. Когда все знаешь наперед, уже как-то слишком неинтересно, а уже ходишь и натурально издеваешься над этими пацанчиками. А вот со следующей серии пойдет натурально уже летсплей. Но я просто не представляю, как он с помощью мачете ломает цепь стальную. По-моему, проще вокруг этой цепи вырезать решетку, чем, собственно, эту цепь пилить. Ну, ладно. Тут или землетрясение? Я вообще не понимаю. Мне интересно, главное, что тут произошло-то. Аптечка. Хорошо. Что нам дает аптечка? Ага, здоровье сильно восстанавливает. Полностью, то есть, хорошо. Очень много машин. Натурально, город просто жил своей жизнью. Похоже, это в середине дня, даже не ночью произошло, потому что, видите, как оживленно тут все. Затрясло америкосов. Амирикосов. Так, карта обновлена, но тут пока что один маршрут, больно ты с него не сойдешь. Ну-ка, а что у нас здесь? Еще пейнкиллер. А, это у нас газировка. Ну, тоже хорошо, че. Вот такие вещи я в первом взгляде старался не брать, чтобы не отвлекаться. А сейчас, по-моему, самое время, потому что в будущем, я думаю, нам пригодится. Это все-таки survival, а не просто какой-то экшен. Здесь придется выживать. Ой, больно. Господи. Почему мы? Почему сейчас? Ты кто? О, мой сын. Его порноли. Он истечет кровью. Если мы не найдем что-то, с чем можно залечить его. Держи, ладно. Возможно, ты в будущем мне как-то поможешь. Ладно, давайте хорошим персонажем. Вы спасли жертву. Помогай жертвам. Это награждается дополнительными ретраями. Кроме того, это повысит его финальный счет. Мне нафиг не нужен ваш счет. Но, по крайней мере... Ты сам, он говорит, событий не был в Хаминтоне. Как только оно произошло, первым делом были землетрясения. День за днем. Короче говоря, многие люди погибли в эвакуационных центрах, их просто завалило. А эти просто очень мучились от пепла. Все еще трясет помаленьку. Ну ладно, спасибо за информацию. Представьте, да, вы в убежище сидите, землетрясение начинается. Благодарите, а бог осторожней там. Хорошо. Добрые поступки, они, как оказывается, в этой игре поощряются. Ну ладно. Я, конечно, не для этого делал. Просто что-то... Не смог пройти мимо, когда у меня хватало всего. Вот если бы это последняя была, я бы еще задумался. А так прям захотелось ему помочь. Эй, это кто? Просто прохожу. Мы не делимся. Уходи. Написано на растяжке. Я к ней даже подходить не буду. Да, говорит, иди своей дорогой. И не возвращайся. Так, ладно. Ладно, тут у нас что? У нас доходяк какой-то. Не разложившийся, видимо, недавно помер. Не год назад. Но уже покрылся пеплом. Что-то я сегодня с своего кресла съезжаю, поэтому слишком много скрипа, наверное, будет в этой серии. Простите меня за это. Я думаю, это не так критично. Так, тут, похоже, больше ничего и нет. Блин, представляю, какая тут паника была. Видимо, трясения, машины бились просто друг от друга. Какой-то кошмар. О, висит, смотри. Так, мы пришли до своего дома, дошли. Сейчас мы успеем зайти. Давайте посмотрим, вот тут я еще не был. То есть, в прошлый раз я напрямки пошел туда. Мне, конечно, нет патронов, и это может плохо кончиться. Но, по крайней мере, хочется чего-то эдакого. Блин, для чего в игре крутой постапокалипсис? Я люблю постапокалипсис. Мне он нравился в Fallout и третьем. Меня вообще спрашивают, как я отношусь к серии Fallout. К первому двум я вообще просто... Ну, я их натурально обожаю, это шедевры. Причем больше второй мне нравится, хотя многим первым нравится. Мне больше второй нравится. Там возможности больше. В какой еще игре можно, там, боксером стать, что тебе ухо оторвут? Или, там, в порнофильме поучаствовать? Так, ладно, мы куда-то слишком вглубь ухуем. Я думаю, это как кишка идет, коридор. А это, похоже, все-таки, хоть немного, но открытый мир. Не будем уж туда углубляться, потому что там что-то какая-то большая открытая местность. Неохота, там, встретиться с кем-нибудь без патронов. Музыка интересно себя ведет. То есть, нажимаешь кнопку выносливости, и она начинает... Ну, то есть, тревожность становится. Дает тебе понять, что... Давай как-нибудь с этим, братю, не разбирайся. Квартира все еще на месте, хороший знак. Не был даже уверен, что увижу это место еще раз. Дом, милый дом. Мэри, Джулии. Джулии, ты здесь? Да никого здесь нет. Хорошая квартира, двухуровневая, похоже. Так. Ну, сейчас мы найдем эту фотографию. Я помню этот день. А это что? Письмо. Извините, нам пришлось уйти. Команда эвакуации ждет нас. Мы пойдем в одну из бомбоубежищ. У нас нет информации насчет плана эвакуации. Мы не знаем, где будем через час. Если бы ты только был здесь. Я бы тебе сказала, что я прощаю тебя за все. Пока что все мы можем сделать, это молиться, что ты жив. Если ты жив, я знаю, что ты вернешь сюда. Мы постараемся остаться в Хаминтоне. Пойдем туда, где безопаснее. С Мэри я рисковать не могу. Мы любим тебя. Думаем о тебе каждый момент. Попробуй найти нас. Мы будем ждать тебя. Джулия Мэри. 23 мая. Почти год назад. Долбанное кресло. Я скатываюсь, как с горки с него сегодня. Что там с своей камерой? Где он батарейки под нее нашел, интересно? Джулия. Джулия. Мне так жаль, что тебе пришлось пройти через все это без меня. Меня рядом не было. Заметрясения, песчаные бури. Что дальше? Голод, жажда. Где ты можешь быть? Этот год уже и так очень долг. Когда я шел, я думал... Я просто надеялся, что вы здесь будете. Как я мог вообще? Отчет. Хорошо. И тут мы в прошлый раз прервали серию. И в этот раз, я думаю, тоже прекрасный момент прервать серию по времени. Как раз подходит. Ну что, с почином нас. Мне очень нравится эта игра. Но пока что мы опять же в том же самом месте, в котором были изначально. В следующей серии пойдем уже дальше. Будет что-то новое. Надеюсь, вам понравилось. Потому что мне нравится. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok